Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по Великой книге Ти-Илим. Псалом 77. Интересный очень Псалом. Во всех древних книгах написано, когда ты хочешь устоять в день неприятности, в день беды, читай этот Псалом. Это Великий Псалом и именно в день беды он поддерживает человека. Здесь может показаться, что Всевышний отвернулся от него, от нас всех, не жалеет нас. Но в действительности написано, что его десница всегда направлена к нам, во всех поколениях и всегда нас защищает. Но не всегда мы это видим. Об этом рассказывается в толкованиях к этому Псалму. Есть еще слова, которые написаны в древних книгах, я вам просто не меняя их скажу. Написано, что 77 Псалом – это великая молитва Всевышнему в час беды. В час беды, чтобы спастись не по заслугам, а по милости, вот с кованой читая этот Псалом, он очень сильно вытаскивает человека из беды. Остальные толкования очень похожи. Пишут, что в книге Шемуш-Ти-Илим пишется, что от любой опасности, когда ты чувствуешь какую-то опасность, тебя это тревожит, читай регулярно 77 Псалом. То же самое Ти-Илим Кадмон, эта древняя книга, описана от больших царот, от больших бед. И пишется еще, что прочитав этот Псалом со всей душой, в конце своими словами можно обратиться к Богу и попросить что-то. Есть еще интересная особенность. Когда в отношениях с людьми ты чувствуешь, что тебя не слышат, ты хочешь там стучаться, да услышали тебя. Тоже читается 77 Псалом, особенно сосредоточившись на втором пасуге. Голос мой к Богу, буду кричать, пока он не в нем лямбле. Что еще есть по этому Псалому? Есть очень интересная особенность, написано, но всегда над человеком есть суды. Всегда мы что-то, каждый день написано, человек судится там и каждую неделю, каждый месяц. Всегда есть суды, которые проверяют, взвешивают наши дела. Чтобы подсластить суд, читается 77 Псалом. Это в Каббале написано. Особенно первый пасуг, чтобы облегчать суды. Это даже Раша еще писал. Ну вот, пожалуй, все. Думаю, что и так достаточно для такого Псалма, чтобы мы поняли его величие и серьезность. Брахава Ацлахам!